Если пациенты не идут к врачам, врачи идут к пациентам. Причем прямо на работу. Выездная поликлиника развернулась на территории Брестского автобусного парка. В составе передвижного медицинского комплекса врачи УЗИ, диагностики Брестского областного эндокринологического диспансера, терапевты, а также онкологи, мамологи и урологи. Причем специалисты выбраны не случайно. На предприятии трудится порядка 700 человек, 80% из которых мужчины, 20% женщины. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения лидирующей позицией занимает рак предстательной железы, у женщин рак молочной железы. С помощью таких акций можно и выявить скрытые текущие процессы, потому что если касаться опухоли, то зачастую они протекают бессимптомно, безболезненно. И только там наружный осмотр, пальпация, еще какие-то методы могут позволить нам обнаружить патологию. Седьмой по счету, но не важности. Профилактический проект «Предотврати болезнь. Выбери жизнь», который проводится на территории Брестской области, стартовал в начале августа 2018-го, но за такой небольшой временной промежуток уже успел охватить, а правильнее сказать, проверить здоровье жителей Лунинца, Микошевича, Дрогичина и Иванова. За время медицинских встреч проведено порядка двух тысяч приемов и почти три тысячи консультаций. Более 280 жителей Брестского края получили направление на дообследование. Понятно, что если бы это был молодой доктор, на осмотр пошло бы больше времени, поэтому мы берем самых таких подготовленных специалистов. И в будущем у нас еще по этой программе мы планируем Ляховичи, в ближайшее время мы выедем, поедем также в Каменец, посмотрим Жабинку, ну и в течение этого и следующего года будем продолжать эти проекты. Проектов, которые у нас успешно работают на протяжении уже второго года в Брестской области, самые значимые, на мой взгляд, из них – это безвозмездное донорство. Это начинается с меня и такой важный проект, который направлен на мотивацию детей к позитиву, к ценности жизни, к сохранению и значимости своего здоровья. Это мой выбор – жить позитивом. Все данные мероприятия – не разовые акции, а долгосрочные проекты. В рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» Республики Беларусь на 2016-2020 годы и задачи инициативы цели устойчивого развития профилактический проект будет продолжаться в регионах области с аналогичной активностью. Продолжение следует...